Гермокомпрессионные мешки от бренда SMG. SMG это совсем молодой бренд, возник в 22-м году. Была идея делать качественное и понятное для российского туриста снаряжение, которое отвечало бы всем мировым стандартам и при этом производилось бы на территории России. Гермокомпрессионник это отличный вариант для тех, кто хочет иметь одно изделие вместо двух. На самом деле, как удобнее использовать отдельно компрессионник или отдельно герма или вообще отказаться от компрессионника. Я, например, пользуюсь только легкими гермами. Это выбор каждого, но, тем не менее, много людей хочет иметь сразу что-то герметичное, чтобы оно компрессовалось. Как это достигается? Достигается тем, что основной шов и шов дна на данном изделии проклеены лентой. Тело выполнено из тафеты с полиуретановой пропиткой и тафета имеет обработку рип-стоп. Это значит, что пропущены нити большей плотности, чем основная ткань через равные промежутки. Соответственно, изделие становится прочнее, но при этом не набирает больше веса. Такое изделие хорошо держит проколы и небольшие порезы, и эти порезы не распространяются дальше за счет более плотной нити. И такое изделие проще починить в походе. Дно выполнено из мембраны. Соответственно, когда вы внутрь загружаете снаряжение, закрываете скрутку и начинаете его сдавливать компрессионными ремнями, то воздух выходит через мембранную ткань, а вода уже внутрь не попадает. Она защищена и мембраной, и, соответственно, полиуретановой пропиткой. Выпускаются данные компрессионники в нескольких объемах. Это 3, 6, 15 и 20 литров. Соответственно, под наиболее популярные запросы, что туда, собственно, убрать. В например, пуховый свитер, пуховая жилетка. Шестерка подходит под ультралегкие пуховые спальники, и при желании туда можно уместить, например, пуховый квилт и еще даже комплект термобелья легкого. 15 литров подходит под классические спальники и пуховые спальники большого объема. Ну и 20-ка, соответственно, позволяет вам убрать много всего сразу. Например, брать туда синтетический спальник и комплект термобелья, либо объемный зимний пуховой спальник. Покажу на примере 6-литровой гермы, как это все работает. Сейчас уберу туда квилт от компании Севера. Модель называется Венча. Компрессионники сделаны таким образом, что длина тела сильно больше максимальной длины ремней боковых. Это сделано для того, чтобы, во-первых, можно было удобнее упаковывать туда снаряжение, во-вторых, можно было бы скрутить горловину 3-5 раз, чтобы точно все не промокло. Убираем снаряжение, аккуратненько надеваем крышку и теперь можно постепенно у сжать стропы и сократить объем снаряжения. Все, получаем аккуратный маленький плотный мешочек, который имеет минимальный объем и при этом не пропускает воду. Если рассмотреть детали гермокомпрессионника, здесь много, на самом деле, мелких, тонких, интересных штук. Во-первых, они все желтые. Почему так? Потому что именно на желтом цвете данного материала достигается оптимальная адгезия между клеевой лентой и самим материалом, точнее его пропиткой. Если посмотреть поближе, шов практически не видно, точнее не видно проклейку. Соответственно, при такой адгезии лучше всего сохраняются герметичные свойства. Для облегчения сюда поставлена сверху 20-миллиметровая стропа, соответственно, 20-миллиметровые пряжки и нет жесткой вставки, которая обычно на таких объемах не нужна и плюс это несколько снижает массу. Если посмотреть, как сделано дно и крышка, то на дне, куда приходится меньшая нагрузка, часть его теряется на трение, сделана одна точка в сшивке, а внутри, соответственно, на месте соединения основного материала с мембранным дном также идет проклейка, такая же, как была бы на мембранной куртке. Крышка сделана из Оксфорда, это плотный материал, который хорошо держит агрессивное использование, трение и так далее. И для того, чтобы снять нагрузку с крышки, вшивка стропы идет не в одну точку, не только в край, но и в силовой шов. Соответственно, когда вы сдавливаете компрессионник, нагрузка распределяется на две точки, но фактически даже на всю поверхность и, соответственно, можно это делать с большим усилием. Стропы стоят 20-миллиметровые и относительно жесткие. Это сделано специально для того, чтобы стропа не крутилась внутри пряжки. Это обычно раздражает, особенно в плохую погоду во время сборов. Для того, чтобы пряжки были легкими, но при этом держали высокую нагрузку, сюда поставлены пряжки из материала ацеталь, то, что обычно используется на рюкзаках большого объема, там, где предполагается агрессивное использование. В коллекции СМГИА, помимо гермокомпрессионников, есть также варианты из силиконизированного нейлона, которые будут влагозащитными, но не будут полностью герметичными. На них также есть отдельный обзор. В общем, выбирайте себе качественное снаряжение, не мокнете в походе, ходите в компании, получайте удовольствие, берите с собой СМГИА. Спасибо. 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 Спасибо.